Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3, и сегодня у нас заключительная серия. Я надеюсь, что это будет заключительная серия. Итак, я уже слишком затянул с этим прохождением. Давайте соберем все, что здесь осталось. Кусок титанита. Сверху я уже не помню, по-моему, ничего тут нет. Итак, некоторые начали у меня задавать вопросы, что действительно ли безымянный король, это и есть первенец Гвина. Ну, как бы, скорее всего, да. Даже я бы сказал, на 99,9% это и есть первенец Гвина. Как мы знаем, первенец Гвина совершил глупость, еще и по первой части. Как мы знаем, Гвин вел войну на истребление с драконами, и практически всех их истребил. Но потом, по каким-то причинам, первенец Гвина, бывший бог войны, связался с драконами, за что был жестоко наказан, был лишен божественного статуса, и был стерт из аналов истории. То есть, о нем не осталось никакой информации, и даже все статуи были его разрушены. Вот такой вот суровый отец. Ну, в принципе, его можно понять. Мы только что подобрали сет Орнштейна. Давайте сразу его почитаем. Шлем драконоборца. Этот золотой львиный шлем связывает с именем драконоборца Орнштейна из эпохи богов. Наполнен силой молнии. В век, когда драконы перевелись, этот рыцарь, охранявший разрушенный собор, ушел на поиски безымянного короля. Не похоже, он его нашел, судя по всему. Некоторые задаются вопросом, так какого черта, кого мы тогда убивали в первой части? Некоторые считают, что это были иллюзии. То есть, иллюзия Орнштейна, иллюзия Смога. Тогда второй вопрос, кого мы убивали во второй части? Там тоже был Орнштейн, и считалось, что он покинул Анорлонда вместе с другими богами, даже если это была его иллюзия, в Анорлонда, с Гвиневер. То есть, получается, мы убивали какого-то еще одного Орнштейна в второй части. В конечном итоге получается, что Орнштейн вообще ушел искать первенца Гвина. Если вы могли заметить, то техника первенца Гвина, безымянного короля, очень похожа на технику Орнштейна. На технику владения копьем Орнштейна. В принципе, все. Мы с драконьим пиком закончили, и больше здесь делать нечего. То есть, можно смело возвращаться в Храм Огня. Давайте наденем сет Орнштейна. Немножечко в нем побегаем. Вот такой вот сет. Весь блестит. Так что, оставлю вам на рассуждение, какого черта здесь делает Орнштейн. Как мне кажется, скорее всего, он ушел действительно из разрушенного собора Анорлонда на поиске первенца Гвина. И если вычеркнуть вторую часть, что как будто бы она совсем не существовала, то в принципе все сходится. То есть, тогда можно считать, что в первом Dark Souls мы либо били иллюзию, либо Орнштейн каким-то чудом просто выжил после нас. И после этого забил на все и отправился на поиски безымянного короля. А во второй части, ну, можно сказать, что как бы второй части вообще не было. Хотя тоже нельзя убирать из виду вторую часть, потому что здесь много все-таки в третьей части, много отсылок к второй также части. Поэтому, я не знаю, разработчики просто тролли и хотят всем запудрить мозги. Им вроде как и хочется ставить как можно больше старых героев, да, и с первого Dark Souls как бы надавить на больное фанатам. Но в то же время объяснить их появление в третьей части иногда бывает очень тяжело. Но фанаты их доходят даже до такого, что объясняют некоторые вещи тем, что, ну, как бы вы знаете, что в Dark Souls 3, типа, ну, вообще серии Dark Souls, существует много параллельных миров. И в каждом мире события могут развиваться по-разному. То есть, ну, в одном мире, типа, как бы, Орнштейн, возможно, и ушел из Анорлонда. В другом он как бы не ушел из Анорлонда, и события пошли по другому пути. Но если так рассуждать, то тогда тут можно объяснить вообще все, что угодно в этой серии Dark Souls. Я бы к этому не склонялся все-таки. Ладно, хватит болтать, давайте вернемся в Храм Огня. Мне очень часто просят, чтобы я как можно больше уделял времени лору во время прохождения. Ребят, я сделаю последнюю серию о лоре, как и в Dark Souls 3. Ой, так, как и в Dark Souls 1. То есть, будет отдельная серия, достаточно длинная, наверное, так же минут на 40. Где я подведу итог о сюжете Dark Souls 3, о всех персонажах и вообще, что здесь происходило, по моему мнению. Но это видео будет только после того, как выйдут два DLC. И, так сказать, чтобы не наводить еще больше спекуляций. То есть, дождемся, когда выйдут два DLC. И после этого будет уже общая картинка обо всем, что здесь происходит. И будет лоровая серия. Собь безымянного короля. Золотая корона. Корона безымянного короля, который когда-то был союзником драконов. Эта золотая корона, погребенная среди длинных насыпей пепла, как говорят, крайне напоминает ту, что носил первый повелитель. Доспех из драконьей чешуи, принадлежавший безымянному королю, который когда-то был союзником драконов. Материал острый, как бритва. Не горит. Золотые браслеты вместе с золотой нагрудной пластиной и короной, как говорят, крайне напоминают те, что носил первый повелитель. Давайте еще почитаем, что можно сделать из его души. Из души безымянного короля можно сделать аж три вещи. Копье-меч драконоборца. Копье с длинным наконечником для охоты на драконов. Во времена богов. Самая ранняя форма оружия, служившая и мечом, и копьем. Прежним его владельцем был безымянный король, божественный охотник на драконов. Оружие наполнено силой молнии, которую он унаследовал. Ну, как бы все говорит о том, что это и есть первень с гвина. Тут как бы, ну, тут только что не написано напрямую, что безымянный король-первень с гвина. Буря молний. Чудо безымянного короля, союзника древних драконов. Призывает смертоносные молнии. Король, бывший убийцей драконов и богом войны, укротил штормового дракона. И вместе с ним сражался в нескончаемых битвах. Это чудо, вероятно, иллюстрирует их связь. Клинок бури и зогнутый меч, наполненный силой штормового дракона. Безымянный король, союзник древних драконов, прошел сквозь бесчисленные битвы бок о бок со штормовым драконом. Когда гигантское чудовище пало, король забрал его душу, как того требовал обычай эпохи богов. Ну что ж, пойдем на стрелку с Хокодом. Как вы помните, в прошлой серии он мне набил стрелу. Некоторые меня просили в этой серии походить с этим Орнштейном, но он для меня тяжеловат, правда. И еще и с копьем, с копьем драконоборца. Ах, я не знаю, единственное, что я могу предложить, сейчас я подумаю. Ну давайте сделаем все-таки копье. Если честно, я с этим копьем, я с этим копьем еще не бегал вообще. Даже в руках не держал. Давайте его загрейдим. На него нужно 16 силы, 22 ловкости и 18 веры. Мне не хватает веры. Но всегда можно сходить к розарии. Также еще была заявка на мачете Йорма. Но тут нужно 38 силы. Давайте я тоже его сделаю. Можно, в принципе, совместить копье драконоборца, как бы, и мачете Йорма, и, как сказать, совместить. Есть оружие, которое считается чуть ли не самым читерским оружием в этой игре. Большой топор драконоборца. На него нужно 40 силы. Но этот топор, так же, как и копье, скелится от веры. Ну, потому что он наносит урон молниями дополнительный. Закаливать уникальное оружие нельзя. Так, но... Можно его укрепить. Большой топор драконоборца усиливается титанитовой чешуей. У меня ее дофига. Ну и последний апгрейд, как обычно, за счет куска титанита. На самом деле, мне уже тут вообще и проходить-то уже ничего не осталось. Для чего я всем этим занимаюсь, не знаю. Ну, просто, чтобы, наверное, показать. Так, а копье у нас тоже титанитовой чешуей. В принципе, на копье нам тоже хватит. Чтобы загрейдить его до плюс пяти. Так, у нас еще осталось 150 тысяч душ. Мы можем поднять что-нибудь. Ну, неважно, в принципе. Пусть будет Вера. Так, нам нужно в спальню Розарии сбегать. Предварительно. Что самое интересное, что Розария мертва, и я не отдавал ей душу. Но даже при этом у нее можно изменить внешность, перераспределить характеристики и отдать бледный язык. Ну, отдать душу, чтобы ее восстановить. Пять раз можно за одну игру перераспределить характеристики. Ну, соответственно, если вы перейдете на НГ+, то счетчик обусится. Итак, давайте. У нас стартовые характеристики с самого начала. Так, с какими я и начинал игру. И что мы возьмем? Давайте возьмем... Так. 27 жизни. Так, нужно будет взять немножечко побольше стойкости, так как для тяжелого оружия нужно стойкости побольше. Физическая мощь. Тут спорный вопрос. Ну, пусть будет 15. Сила. Сила нам нужна... 40. Ловкость. В принципе, ловкость... Блин, я забыл, сколько там требует этот... Это копье нарканоборца-то ловкости. 14... 15... Ладно, пока ловкость так. И веру еще прокачаем. Ладно, если что, мы ловкость там потом качнем. По-моему, в 14-ом что-то надо было. Но я могу ошибаться. Так, и веру до 24. Подтверждаем. Переродившийся. Так, давайте съедим камень очищения, чтобы выглядеть более симпатично. Так, ну, большой топор мы взять можем. Вот так вот он выглядит. Это тот самый топор, с которым бился доспех. Размашистые, мощные удары. И спецатака у него выглядит примерно так. Хана всем кроватям. Так, а копье? Да, на копье-то ловкость, оказывается, надо было 22. Ну, ладно. В принципе, я планировал записать одну интересную серию. У меня есть персонаж, у которого открыто практически все, что можно вообще открыть в Dark Souls 3. И я хотел просто записать одну серию для тех, кому интересно. Показать вообще все оружия в игре, какие существуют, все сеты. И всю пиромантию, все чары и все чудеса. Перед тем, как идти к Хокуду, давайте сделаем одну интересную фишку. Хокуд хотел стать драконом, но у него ни черта не получилось. И давайте его немножко потроллим. Конечно, он никак не среагирует, скорее всего, на наш троллинг. Так, ну, все же, поставим камень драконевого туча. Это, в принципе, не важно. Ну как, теперь я вам красавчик. Больше на какого-то оленя похож. Иди сюда. Голова, правда, пока только такая, простая. Которую можно жарить огнем. Ладно, Хокуд, я иду к тебе. Хм. Какой у него маленький, эротичный хвост. Ну, попробуй залей. Сволочь. Увернулся. Бум. Техника боя. Блин, этими руками, чтобы попасть, тут целая вечность пройдет. Тихо, полегче. Хм, еще и какашками кидаешься. Так, где моя голова? Я в него плюнул огнем. Ладно, Хокуд не оценил. Наши драконьи замашки. О, на третий удар не хватило. Так, Хокуд, сколько можно пить-то уже? Бесконечная бутылка сесла у него прям какая-то. Попробовать его запарировать. Рано. Эй, он сейчас только у меня заберет, блин. Я не хочу, чтобы он у меня ее забирал. Мою детальку от дракона. Хрен тебе. Битва на куче трупов. У него потом уже голова уже на 30 метров бы отлетела. Нифига, ты там размахнулся. Ну, наконец-то у него закончилась эта настойка боярышника, блин. Кто б сомневался. Камень, пропитанный силой присносущих драконов, который был поднесен гигантскому дракону, позволяет получить голову дракона и драконе дыхание, приняв обличие архидракона. Изменение необратимо до смерти. До самой смерти. Эта иллюзия первый пример достижения человека формы архидракона. Демонстрирует ничтожность человеческого существования. Путь к старым драконам долог и труден. Лишь один человек сможет пройти его до конца. Хокут дезертил его из легиона нежить и понял, что ему тут ловить нечего. Решил стать истинным драконом, но и это у него, похоже, не получилось. Я очень удивлен, что здесь нет ковенанта, который относится к драконам. Первой и второй части они были и, возможно, его добавят в DLC. Давайте еще соберем различные хохоряшки. Для начала отправимся на место битвы с Ацеросом. Нам нужно в то место, где мы взяли жест Путь Дракона. Кстати, да, я еще не показал, как реагирует хранительница огня на жест Путь Дракона. Преклонись передо мной, смерть! Да. Очень долго все это кастуется, конечно. Охренеть, один удар. Ну, а если зажать, то можно поливать достаточно долго. А-а-а-а, красавчик! Сет Крови Дракона. Он здесь появляется после того, как мы убиваем рыцаря Крови Драконов на пике Дракона. Шлем Крови Драконов. Броня, какую носили рыцари Крови Дракона. Говорят, что красная ткань символизирует их жажду крови. Вера в драконов многие века владела сердцами и умами воинов разных стран. Вероятно, их привлекла немногословность этого учения. Сам по себе сет достаточно, кстати, симпатичный. Броня, какую носили рыцари Крови Драконов. Имеет такое же описание. Вот как должен выглядеть истинный дракон. Похоже, меня давно не кормили. Какой-то дракон-дистрофан. Теперь отправимся к старому волку Фаррона. Так, поднимаемся наверх. Интересно, зачем ему эта веревочка? Для поддержания чего? Чтобы кишки не вывалились. Классный вид. Помните, мы здесь убивали демона? Когда-то это было уже очень давно. Я уж даже и забыл, когда это было. Сет Хавала здесь лежит. Появляется здесь после того, как вы убиваете Хавала. Шлем Хавала. Броня, выдолбленная из камня. Обеспечивает умопомрачительную защиту, но и весит умопомрачительно. Воины, последовавшие за Хавалом-скалой, известны тем, что никогда не уклонялись от боя и не бежали с поля битвы, сокрушая любого врага, кому не повезло оказаться у них на пути. Насколько я помню, Хавал был капитаном. Ну и остальные части сета. Все то же самое. Мне еще написали, что я на пике дракона пропустил где-то там мерцающий титанит после Верны. Но мне уже лень туда возвращаться, мне этого титанита более чем достаточно. Кстати, давайте-ка еще сходим в одно место. Я сделаю одну отвратительную вещь. У-ху! Ах, ершка! Прости меня. Я не хотел этого делать. Меня заставили. Колокольчик ершки. Священный колокольчик, принадлежащий ершке, ее брат, бывший капитан рыцарей, дал ей этот катализатор вместе с другим подарком, ее именем. Звон колокольчика, должно быть, часто скрашивал ее одиночество. И здесь как раз можно предположить, что именно Гвиндолин дал предсыле новое имя, ершка. Хранитель сагня. Черт. Встаньте, когда с вами разговаривает дракон. Она начинает крутиться на месте. Хм. 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 Так. Да. Вполне. Вполне. Чудо я могу использовать. Это громовое копье. Так это выглядит. Самая простая версия громового копья. Есть и покруче. Таким же заклинанием пользуются крылатые рыцари. Ладно, поставим молнии. Потому что этим божественным столпами я точно ни в кого не попаду. Что-то я сходил, посмотрел, сколько стоит титанит, и подумав, что... Ну, нафиг этот колокольчик. Проще... Проще заградить талисман затмения, мерцающий титанитом. Кусок титанита не будем на него тратить. Да, плюс четыре. Достаточно. Меня еще просили поставить лук, но так как... Я не вкачал ловкость в Розарии, то... Более-менее нормальный лук я уже взять никакой не могу. Ну, ладно, все. Отправляемся. Хватит уже ходить, болтать. Раскладываем пепел. Пепел Олдрика. Так, ты у нас на месте. Пепел Лодрика. Пепел Хранителя Бездны. И пепел Йорма. Игромная черепушка. Смотрим за нашей хранительницей огня. Пепел Лодрика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, получается, мы получили в силу Всех пяти повелителей Пепла Субтитры создавал DimaTorzok И мы опять появляемся в храме огня, но опять же не совсем понятно, где мы сейчас в данный момент находимся Что это за храм огня В каком времени и в каком месте мы находимся Дроны все так же подписаны, но мы увидим, что этот храм огня как бы давно уже заброшен Здесь очень темно и я ни черта не вижу Серьезно Так, будем идти на ощупь Все лестницы разрушены, завалены Никуда нельзя пройти, кроме как Выйти наружу Но здесь мы видим, что Мы не совсем в обычном месте Это место как будто бы искажено Как вы помните, когда мы попадали в горнило первого пламени в первом Dark Souls Мы тоже как бы проходили через какой-то портал То есть Получается, что горнило первого пламени как бы находится не совсем в настоящем как бы мире, что ли это сказать Мы постоянно куда-то перемещаемся Печь первого пламени, ну либо горнило первого пламени Отсюда, кстати, можно вернуться обратно Этот костер нас может перенести, если вдруг вы передумаете Весь замок Лотрик просто свален в кучу Такое ощущение, что вот это горнило первого пламени, оно как бы находится на том самом месте, где и должен был стоять храм огня И как вы помните, в первом Dark Souls тоже храм огня находился Горнило как бы находилось под храмом огня Хотя и находилось не совсем под храмом огня Итак Теперь мне нужно кое-что вспомнить Кого мне нужно призвать на этот бой Чтобы получить дополнительные предметы Здесь можно призвать Бледную тень из Лондора Это, кстати, она Можно получить ее сет, но я уже не смогу этого сделать В этом прохождении И также здесь можно призвать Юрию И вот как раз Юрию нам придется призвать, чтобы получить ее сет и ее катану Как вы знаете, я не так часто призываю различных фантомов Чтобы битва с боссом протекала более интересно Но Немного все-таки приходится это делать Особенно во второй части Dark Souls Это больше всего приходится делать, чтобы выполнять квесты Ну что ж, Юрия из Лондора Одна из трех жриц Черной Церкви Пойдем Душа пепла Как вы можете заметить Его меч Выглядит точно так же, как те самые мечи Которые воткнут во все кастры Пока он агрится Почему только на Юрию Я в виде дракона Соответственно, я можешь сказать Вообще сейчас дерусь голышом На мне не надета никакая броня Техника боя У Души пепла будет постоянно меняться Так как Душа пепла Это не есть ничто иное Как реинкарнация всех тех Кто Выжигал первое пламя Когда-либо Сейчас он стал пиромантом Вполне это как акробатические трюки Сейчас он стал магом Если вы думали, что это все То вы ошибаетесь Это только начало И Гвин Это Гвин Даже музыкальная тема такая же А, да, точно Про этот взрыв я постоянно забываю Юрия, помоги мне Попробуем покидать в него молнию Хотя, по идее, у Гвина Наверняка какой-нибудь резист к этим молниям 107, да Смешно Музыка Блин, еще самая проблема Что, что мне, по идее, надо Чтоб еще Юрия Осталась жива Нет Сволочь, отпусти ее Я не могу убить, пока он ее держит Отлично Юрия, убей его Сделай ему бэкстеп Опять же, ну я схватил Гвин, похоже, истосковался по женскому вниманию Да, это весь последний босс, к сожалению, не такой Что это? Что это? Юрия, что ты с ним делал? Юрия, Юрий, успокойся Все закончилось Расслабься Душа повелителей Душа повелителей Душа повелителей Душа повелителей Одна из душ, переполненных мощью Со времен Гвина, первого повелителя пепла Многие возвышенные повелители зажигали первое пламя Их души, объединившись Их души превратились в защитника пламени Это защитник пламени, похоже, проверяет нас Достойны ли мы для того, чтобы возжечь первое пламя Либо загасить его Как вы знаете, у первой части Dark Souls было две концовки Темное и светло Вы могли как разжечь первое пламя И продолжить ару огня Либо просто уйти и дать пламени затухнуть Во второй части Не было у вас варианта И вы были обязаны Сесть на трон И продлить ару огня В третьей части Можно сказать Есть четыре варианта И некоторые из четырех вариантов Мне не совсем понятны Пишите в своих комментариях Свои предположения По той или иной концовке Мне будет интересно послушать Я выскажу свои комментарии о них После того, как сейчас открою одну из них И, скорее всего, в этой записи будет и три другие Я, как обычно, их просто вставлю И выскажу свои предположения По той или иной концовке И, как я уже говорил Когда будет последняя часть серии После DLC Там я постараюсь более подробно раскрыть лор Как раз в чем заключается четыре концовки Первая концовка Это если вы придете сюда И у вас не будет восьми меток Темных меток Которые мы получили В течение этого прохождения Вам будет просто достаточно подойти И нажать кнопку зажечь огонь Если у вас есть восемь меток То вы также подходите И пытаетесь зажечь огонь Но будет уже другая концовка Третья концовка Это вы призываете хранить лицо огня И она погружает весь мир во тьму И четвертая концовка Это вы также призываете хранить лицо огня Но в процессе того, как она погружает весь мир во тьму Вы не даете этого сделать, убив ее Вот, в принципе, и все Ну, а мы смотрим Одну из четырех концовок Как многие считают Типа самую лучшую концовку И самую правильную Это отнюдь не светлая концовка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ashen One, hearst thou my voice still? The first flame quickly fades Darkness will shortly settle But one day tiny flames will dance across the darkness Like embers linked by Lord's Pass Ashen One, hearst thou my voice still? Ashen One, hearst thou my voice still? Ashen One, hearst thou my voice still? Nameless, accursed undead Ashen One, hearst thou my voice still? 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 именно ее ну я не говорю что все многие как и я в том числе я открыл первую концовку именно просто возжечь пламя то есть вам достаточно просто пройти игру и впитать в себя силу всех повелителя пепла чтобы суметь набраться сил и возжечь первое пламя соответственно тем самым продлить опять ару огня вот принципе все соответственно вы сами похоже после того как выжигаете это пламя становитесь повелителем пепла вторая концовка которую открыл именно я в своем прохождении это вы стали повелителем лондора то есть лондор как мы знаем лондор это королевство полых где находится черная церковь где находятся три жрицы и кстати если вы внимательно читали то у нас информация только двух жрицах юрий которые постоянно находится у нас храме огня вторая жрица не помню как ее имя но ее имя есть в описании в одной в одном по моему чудес темных чудес если вы внимательно смотрели заставку то на ней вы можете увидеть двух настоятельность черной церкви и анри три жрицы кто была третья жрица до конца непонятно и у меня большое предположение что дел си будет посвящено как раз одной сделать и будет посвящено именно лондор и есть большое подозрение что в этом во всем очень сильно замешана велка дело в том что как вы могли тоже заметить эти жрицы с это ведь и жриц очень сильно напоминает с этой прислужников елки озвальда в том числе которые отпускал грехи еще в первом dark souls есть такое даже предположение что третья жрица это даже есть сама велка это опять же как бы спекуляции предположения но я все-таки думаю что про велку должно быть что-то в дел си обязательно должно быть они на раз к должны раскрыть ее не зря не здесь поставили просто ее одну статуэтку и все и больше практически они ничего нет хотя это очень важный персонаж серии dark souls потому что есть предположение что велка то есть жена гвина на ней может быть очень многое завязано и так ну в принципе тут во второй концовке как бы тоже все относительно понятно то есть мы за счет вот этих восьми темных меток как нам говорила юрия что вырви огонь первопламени заболочки то есть получается мы как бы забираем первое пламя поглощая его можно сказать как в себя что ли то есть мы забрали по первое пламя себе и стали повелителем бондара чтобы возможно никто больше его него сжег то есть настала эра тьмы эра людей как и должно было быть эра пол их можно сказать потому что люди это есть никто иные как пол и пол и в которых просто есть частичка темной души которые придает им человечность так и называется человечность первой части третья концовка не совсем для меня понятная то есть как бы у нас нет темных меток для того чтобы поглотить первое пламя но есть сохранится огня которая с глазами и которая видела чем темное время когда угасла пламя однажды и она его как бы поглощает то есть получается что мир также погружается во тьму только при помощи хранитель с огня что он дальше она делает с этим пламенем непонятно и после того как ему поглощает возможно есть предположение что в конце концов есть возможность потом опять перевозжечь потому что она горит что вы как еще есть какие-то маленькие огоньки и огоньки надежды и четвертая самая непонятная для меня концовка мы можем прервать хранительницу огня в процессе того как она ну можно сказать тушит первое пламя либо поглощает при первое пламя я не знаю как это назвать правильно и в процессе того как она поглощает это пламя мы ее убиваем мы ее предаем и тем самым забираем это пламя опять себе но как бы не поглощая его в себя наш герой держит его в руках и поднимает его ввысь что именно это означает для меня до конца непонятно то есть что дальше происходит главным героем что дальше происходит с этим первым пламенем возжег ли он таким способом или опять же каким-то образом забрал о себе поэтому для меня четвертая концовка самая непонятная из всех но вы можете писать свои предположения по этому поводу что вы об этом думаете мне будет интересно почитать ваши комментарии и да кстати чуть не забыл так как мы призвали юрию то на ее месте можно найти темное течение и сет юрий темное течение проклятый меч с невидимым клинком любимое оружие юрий из лондора юрия настоятельница черной церкви опытная воительница утверждала что забрала сотню жизни этим мечом невидимый клинок проходит сквозь щиты маска с клювом эта маска деталь одеяния трех настоятельниц черной церкви лондора она принадлежала юрии второй по старшинству девы первозмеев известны как основательницы черной церкви обещавший опустошенным спасения девы первозмеев касса и франта если убить юрий самому то она скажет прости касс я подвела тебя и есть тоже большое предположение что где у си появятся все таки змеи мы их увидим черное платье это абсолютно черное платье деталь одеяния трех настоятельниц черной церкви лондора она похожа на траурное платье девы первозмеев известны как ну принципе остальное все тоже самое бабуле стал продаваться сет огня шлем огня шлем души пепла божественного воплощения повелителей пепла зажегших первое пламя он похож на рыцарский шлем но весь обгорел и обуглился на затылке изломанная корона символ великих повелителей и благородного поддержания огня но на деле всего лишь пустая скорлупа давайте еще посмотрим что можно сделать из их душ бедный лук лет что с тобой стало но он все еще может делать транспозицию как ни странно двуручный меч огня повелители пепла зажгли первое пламя и этот двуручный меч принадлежал их божественному воплощению этот витой меч найденный возденным в костер существовал задолго до повелителей лишенных трона копье солнца чудо гвина первого повелителя выпускает солнечное копье история об охоте гвина на древних драконов описывают начало эпохи огня ну что ж на этом мы пока заканчиваем ждем dlc первое из них выходит по моему в октябре этого года а второе к сожалению только в начале 2017 мы надеемся что эти dlc больше прольют света они еще больше запутают лор ну а с вами был голодный всем до скорой встречи и пока пока